Всем привет, с вами снова Екатерина Голышева и сегодня мы будем опять выяснять, что там у тиктокеров. Прямо сейчас ставь лайк и подписывайся. Я не шучу. Подписывайся, давай-давай. Ну? Оп, лайк, хорошо. Оп, и подписочка, умничка. Погнали к новостям. Первая новость. На канале Екатерины Голышевой вышло новое шоу. Как у Покров, бе-бе-бе, она украла. Ребят, это новости, да и у меня вообще все по-другому. Да и сама Аня не против. Сейчас позвоним, узнаем. Алло, Ань, привет, это Катя Голышева. Привет. Слушай, как у тебя дела? Отлично. Ты на каком-то шоу? Нет, мы вот сидим, новости снимаем, как у тебя. Смотрела? А-а-а. Смотрела? Смотрела? Смотрела. Как тебе? В твоем телечке. Аня, слушай, а ты вообще не против, ну что, как бы я снимаю новости такие же? Да, конечно, снимаешь. Только можешь не на диване, но типа не совсем, как у меня. Какой диван? Нет, ты че? Нет, вообще. Окей, хорошо. Фух, ну так гораздо лучше, прям вот как у себя дома. Можно начинать. Итак, хайп-хаус должен был присоединиться к дрим-тим, или наоборот, дрим-тим к хайп-хаусу. Так сказала Аня Покров. Вообще, разговоров о подобных объединениях никогда не было. Да и подумайте сами, как сложно будет найти дом для такого коллективчика. Во-первых, не найти дом с парковкой на такое количество автомобилей. Да и дом, в который пустят с животными, тоже не так просто найти. Просто прикиньте, три кошки, хомяк, милохин, еще обезьянка и две крысы. Ни один хозяин не пустит в дом такой зоопарк. Так что в ближайшее время на подобные коллабы рассчитывать не стоит. Погнали дальше. Канал Муз ТВ оштрафовали на 1 миллион рублей за гей-пропаганду. Я в шоке, кто-то еще смотрит телек, когда есть мое шоу. На самом деле, я вообще слово гей-пропаганда узнала только благодаря этой новости. Егор Шип выпустит трек с BTS. У меня будет трек с BTS. Все уже записано. Завтра-послезавтра улетаю в Корею, чтобы снять клип. Зная Егора, вообще нельзя точно сказать, правда это или нет. Либо это действительно крутая новость, либо грязный хайп. Егор, на случай, если это правда, не перепутай Корею, а то и с Северной тебя точно не выпустят. Олег Манекен сделал предложение инстасамке. Давно пора. Ведь все, что полагается делать после свадьбы, у них уже давно было. К следующей новости! Ярослав Андреев анонсировал блогерскую премию, бюджет которой уже приблизился к 50 миллионам рублей. 50 мультов на премию, которую ты выручишь своим же блогерам? Многоходовочка. На самом деле круто, я бы и сама с кайфом поучаствовала. Выступила бы в номинации «Оригинальный формат на Ютубе». Ладно, дальше. Егор Крит поцеловался с Настей Ивлеевой. А еще он один из немногих селебрити, кто публично поддержал Дашу Корейку после пластической операции. Судя по всему, Егор хочет поцеловать и ее. Он написал под ее постом «Держись». Все верно, Даш, держись. Держись подальше от Егора. Ну и, конечно же, скорейшего выздоровления. Восстанавливайся. Дилара открыла свой салон красоты. На самом деле очень круто, что при наличии настолько популярного супруга, имя Дилары в последнее время звучит чуть ли не чаще самого Моргена. Молодец, что не сидит на месте, потому что если бы я была женой Моргенштерна, я бы не открывала салоны красоты, и я бы их разоряла. Одна общественная организация требует призвать Даню Милохина в армию. Они считают, что армия даст парню нужный заряд патриотизма, и он начнет петь песни, как у Любе. Вообще не думаю, что из этого что-то выйдет, потому что Даня ложится спать, когда в армии все встают. Пожалейте вы пацана. Он из детдома, теперь в армию. Не жизнь, а тур по госучреждениям. В армии нужно выполнять приказы и не думать. Со второй частью этой установки у Дани вообще нет проблем. Я не знаю, я не думаю. В смысле, вообще не думаю. Ну и не факт, что эта армия поменяет Милохина, а не наоборот. Не удивлюсь, если через пару недель его пребывания в ряду военнослужащих какой-то генерал вместо «отставить» начнет говорить «Блин, чувак, хорош! Завязывай, блин, ты чё!» А вместо «здравия желаю» бойцы будут кричать ему «Эу, броу!» Ну что, как вам новости? Хоть я и выражаю единственную правильную точку зрения, вы всё равно имеете право на свою. Пишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Обязательно пишите, на какое шоу похоже моё шоу, а то я реально просто не догоняю. С удовольствием почитаю и отлайкаю самые крутые комменты. Как всегда, в конце призываю вас думать своей головой и не верить всему, что пишут. А я невидимка! Пока-пока!